шесть боев и все шесть боев это за чемпионский пояса хардкора в нашем деле тоже в нашем деле они драться больше вообще больше не выбраться первые бои бесплатно там дрался мы поддерживали артура ты там шатун огромная я худой волчара выйди поссорим чести останется ну что друзья всем привет меня зовут артем тарасов сегодня как всегда закулисья хардкор фатинг бои на голых куалках топовые бойцы каждый день уровень бойцов растет это уже не поп какая-то лига а реальные люди которые имеют звание мастер международного класса заслуженный мастер спорта и так далее и тому подобное и от этого более интересно в общем сегодня пообщаемся с бойцами как всегда узнаем как они настраивались будем поздравлять кого-то с победой ну а кто-то сегодня проиграет это спорт ничего страшного погнали я недавно посмотрел вписку это это такая ну песку как ты показал свои владения к этому выпуску ты очнулся ему года полтора нога я только сейчас увидел другие тик токи ладно я знаю то что совсем недавно прошел крутейшее мероприятие значит который мне хотелось написать типа ребята вот учитесь как надо проводить прямые эфиры потому что я смотрел это было реально круто какие эти эмоции остались после того что ты провел и планируешь ли ты такие большие винты дальше проводить и как часто именно вот прямой эфир собирается из к арену либо может какие-то еще больше стадионы слушай но и свои плюсы его ивента есть свои минусы я стараюсь все-таки всегда знаешь как максимально критично относиться к тому что мы создаем и в части трансляции у меня были свои вопросы по по продакшену и по картинке и я видел что это возможно сделать лучше но все это опыт безусловно на будущее и в части конечно матчмейкинга мне очень жаль что не прилетел оппонент слощей на море с горилла джексон это чемпион барнакла в супер тяжелом весе что не в не прилетел киага алвес вице-чемпион барнакла в 84 как оппонент калмыкова и действительно пришлось спасать ивент фабио мальдонадо ну и таким конкурентным на мой взгляд калмыкову парнем из и все контендера то есть ей есть что усилять но одного другого был ковид и мы мы живем в то время когда принципе турнир россия сша было нам провести достаточно нелегко а в остальном слушай я думаю это сам видел и огромное количество конкурентных боев и сама там и с амбросом и с недожковским чемпиона glory мы привезли кавалари он будет сегодня у нас на ивенте ушей а если говорить там про перспективы то однозначно мы будем практиковать раз в три в четыре месяца стадионные турниры следующий стадионный турнир мы хотим сделать шесть боев и все шесть боев это за чемпионские пояса хардкора то есть опять будут драться чемпиона с претендентами претендентами с нашими ребятами слушай если брать вот различия вот проведение грубо сегодняшнего мероприятия да и проведение вот такого массового насколько расходы там преувеличивают принципе снять арену задействовать куча персонала куча света до больше всего или и у вас я видел был полный sold out покрыла ли вот это sold out ваш те расходы и так далее не получилось ли это дороже чем обычный ивент но смотри во первых этот ивент стал очень серьезные деньги по причине того что мы везли бойцов из сша 12 человек у каждого секундан перелеты проживания гонорары и это дало достаточно серьезную финансовую нагрузку но тем не менее мы вместе с нашими партнерами спонсорами не проводим ивенты в убыток и этот ивент мы тоже сделали в плюс и да действительно благодаря нашим поклонникам людям хардкора нам удалось сделать sold out еще за сутки до самого его слушай да я реально смотрел вот была вся площадка забита как так получилось что вот вы сделали такой полный sold out доли какая-то реально пиар-компания или просто вот там но мы и блоги размещали ребята то есть youtube instagram наши соцсети наши медиа возможности и поддержка вас друзей партнеров лиги все там внешне и как мы не закупали ни рекламу мы не закупали не таргет мы не закупали наружку мы все это сделали силами и при поддержке нашей аудитории за что им низкий поклон что пришли и поддержали ребят на стадион я знаю то что очень многим понравилось несмотря на то что была задержка по понятным причинам смотри sold out сколько в итоге человек посетила данное мероприятие 7400 человек от сильно да это сильно учитывая что на м1 и на пятна из такое количество давно давно не ходит когда мы только начинали хардкор я помню ты когда ты был жюри и все еще смотрели так я тогда сказал тебе и многим поверьте через год-полтора мы соберем стадиона все что мы говорим сбывается спасибо тебе друзья прямо сейчас перейдите в описании к этому видео и вы там увидите ссылку которая вам очень понадобится там есть все самый большой спортивный чат обо всем питание спортивное питание и многое многое другое в общем все что нужно спортсмену качку атлету любому человеку находится именно в этом чате и в нашей телеграм-группе подписывайся все все а это все братан здорово хочу поздравлять слушай но чё ты показал как обычно очень крутой бой характер сложно это бы был для тебя потому что парень все-таки такой оказался упорным соперником это видео получил полиросечения для что это верно ну я так скажу парень парню спасибо так как он принял бой до него три соперника отказались то есть я два турнира пропустил а третье у нас получилось что и у него соперник отказался ну и мы решили подраться то есть про него ничего плохого не могу сказать так как его не знаю вот а насчет боя груз на плечах был больше из-за того что была большая серия проигрышей вот нужно было порадовать своих фанатов но я поздравляю с победой суши какие у тебя планы дальнейшем то что многие сейчас смотрю хотят и драться и по боксу кто-то из кулачников вообще и мамы уходит как миша силы диналами вызвал на моей вот то есть у тебя какие планы подраться по боксу или дальше продолжать карьеру на голых кулаках нет я готов подраться в принципе я выступаю единственно там неудачно так как готовки у меня не был на замену выбегаю это несерьезно при должной подготовке вот мы как раз не можем подраться вот так же по боксу готовимся деремся уже хочется немножко гонорар побольше старый ветеран дерусь за скоп телец хоть и 32 вот мне тоже 31 и когда я говорю тоже что старый ветеран все наносились но они не понимают я делаю большой вклад спорт именно детей то есть я тренирую детишек и вот я сейчас завтра лечу в сочи на первенство россии визу команды по какому виду и как бы очень много сил и энергия трачу там вот к этому бою да я готовился дети на самом деле много выбирает сил для что тоже был тренером 8 лет детстве готовится практически нереально я хотел бы чтобы у меня друзья если там можно мы можете пригласить на на живую стать удовольствием я с удовольствием это слушай еще на самом деле вот ты сказал по поводу того что вот там вышел на замену там ну не на замену а вот поймем и правильная как понял с ним они на замену у нас но он попросил у меня реванш нет ты лишь до этого ты вышел поймем и проиграл да 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 и все это было из за того что как бы грубо говоря кулачку да и грубо говоря не хочешь на замену сам понимаешь что вы борьба и кулачка сделали это выводы что я сказал что я больше не буду на коротком выходить буду готовиться конкретно по мм и и пожалуйста слышно мы тебя поздравляем и ждем на канале живая ставь возьмите нынешний я знаю что у тебя должен был быть матч реванш даже страна шульского очень хотела этот матч почему он не состоится на нашем деле этот бой по каким причинам по неорганизационным вопросам организации ранее я понимаю что там ты буквально о своем бою узнаешь там за несколько там нет неправильно почему они подстраиваются под него я чемпион даже под меня подстраиваться по идее вообще духу бы отнеслись бы нормально себя не сказали бы заранее хотя бы я не против этого боя любая организация кроме нашего дела давайте сделаем этот бой нашим в нашем деле тоже нашу деле они не драться больше вообще больше ничего не драться но ты чемпион то есть это получается оставляешь пояс вакантным на тем будет правильно ну я не знаю кто из нормальных бойцов захочет нам драться без контовой организации а почему ты выступал там так долго эти делали нам имя сейчас вот так же имя почему мы мы тоже шли на уступки я там первые бои бесплатно там дрался мы поддерживали артура а теперь он там так плохо к нам отнесся то есть имеешь это что плохо ты не думаешь это просто но вот из-за того что поток событий кто то мог и передать еще когда мне кажется сам артур ну у него просто только сотрудников которые могли дни донести имя кажется он но не имел специально какого-то наш тимбе не сказать что-то еще что-то я думаю что это произошло просто из状况 не ту как и новая зная что нет ни то что сотрудники налажали или еще как тут речь о том что меня не предупредили там много косяков которые там Сейчас не хватит времени нам объяснить, рассказать все моменты недопонимания с нашим делом. Слушай, ну ладно, оставим наше дело, то есть мы поняли твою позицию. Где ты планируешь выступать дальше? Хардкор? Хардкор, да, хардкор нравится очень. По боксу планирую. 11 марта на РЕН-ТВ. 11 марта на РЕН-ТВ, с кем ты дерешься? С Орловым, Сергей Орлов, по-моему, зовут. Молекула Ада. Да, Молекула Ада, кстати, мне тоже с ним предлагали бой. Я согласился сначала. Ну, мне кажется, это несложный соперник, потому что соперник уже возорочной, но опасный. Опытный, опытный, очень неудобный соперник. Все, увидим 11 марта. Гаджи Автомат, кстати, с ним дрался и показал, мне кажется, не лучший бокс за все свое время. Ну, может, недооценка была у него какая-то, да. А так, в принципе, молодец все равно. Выиграл бой. То есть у тебя нет недооценки соперника? Нет, конечно, ни к кому нету никакой недооценки, ни к одному сопернику. Слушай, если сравнивать гонорар нашего дела и гонорар сегодняшний твой на РЕН-ТВ, где был гонорар больше? На РЕН-ТВ, на хардкоре намного больше. Наше дело вообще... То есть наше дело, вот бой с Шульским, то есть был не очень хорошо оплачен. Нет, ну, они предлагали нормальную сумму и топ, потому что мы подняли с такими условиями, а так нет. А вот первый бой с Шульским? Нет, маленький гонорар. Я считаю, это вообще маленький гонорар для чемпионского боя, тем более. Они подставили меня, за неделю сказали, что бой будет по боксу, хотя я готовился по ММА. Понятно. Ну, ладно, спасибо, будем желать тебе удачи. Давай, выступай, развивайся и победа 11 числа. Так, ну что, друзья, вы могли все видеть тут потасовки, в раздевалках, еще где. Слушай, все вопросы с Максом закрыты? Да, у меня с Максом вопросы закрыты. Он вышел на линг, свои вопросы он там закрыл. Слушай, насколько был тяжелый бой, потому что я видел первые 30 секунд, я был немножко потрясен, потому что все-таки, как голые у кулаки, наверное, ты почувствовал, что ты чуть-чуть отличается от бокса. У вас. Но скоро ты на классе все-таки разобрал. Расскажи, вот о первых вот этих 30 секунд, когда Макс все-таки давил, какие еще не были? Ну, смотри, я на самом деле перед выходом на бой, я рассчитывал на то, что моя передняя рука его остановит. Когда он вышел на бой, он меня удивил тем, что, во-первых, удивил своей хорошей держалкой, реально хорошей, и, во-вторых, удивил желанием выиграть бой. Первые 30 секунд он поднесся так, как должен нестись, как бы человек, который хочет выиграть. Я там его, ну, встречал где-то, как-то проваливал, где-то вязал. Ну, в принципе, ты все правильно говоришь. Я наперед знал, что надо передержать натиск, остановить, подзавязать, где-то накормить, а дальше уже на ногах потихоньку прибирать бой. Слушай, что касается формы Макса, мы все видели первый раунд, он достаточно выдохся. Как думаешь, почему в такой форме он вышел на бой, что ему не хватило с выноса? То есть, потому что уже второй бой, он после боя ему становится плохо с Максом Топором, с Максом Новоселовым был плохо сейчас с тобой. Вот ты, как его бывший тренер, да, ты вот готов к Максу Новоселову. Во-первых, я, насколько знаю, конфликт случился из-за того, что вы посчитали, что он спил бом Максу Новоселову. Да, да, я так посчитал, да. То есть, ага. Ты до сих пор так думаешь? Знаешь, я Топору обещал, короче, кое-что, поэтому я на этот вопрос не буду отвечать. Но я тебе так могу сказать, что Новоселов, то, что все выбирает соперников, это 100%, железобетонно. И если бы Топор вышел бы на бой с Новоселовым так, как вышел со мной, этот бой был бы намного конкурентнее. То есть, желание победить, да? Да, желание победить, вот действительно выйти и сделать свое дело. Не важно, там уже результат. Самое главное – желание у тебя в голове. Вот если бы оно у него было, я бы тогда вопросов не поднимал. Слушай, ну если продолжать твою, так сказать, карьеру, которая началась достаточно быстро. Вот, смотри. Бой с Максом Новоселовым за Макса Топора. Как думаешь, интересно это было вообще? Конечно, интересно. Макс Новоселов. Ты, когда хайп начался, когда вот только-только мое имя там зазвучало где-то, ты, по-моему, у Игоря, как дела, говорил, там, я его могу вызвать по ММА. Это почему по ММА? Ты же вроде боксерский вечер провел. Потому что у тебя нет уверенности в своих боксерских навыках. Потому что ты себе выбираешь, очевидно, оппонентов. Ты же там хвалишься, 150 кг или 270, сколько он весит. Вот выйди со мной, я 88 кг вешу. Ты там шатун огромный, а я худой волчар. А выйди, посмотрим, что с тебя останется. Просто одень перчатки, выйди на ринг и мы посмотрим, что от тебя останется. Ну что, друзья, это был вызов Макса Новосёва. Посмотрим, как у нас было события. Посмотрим, спасибо тебе за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Слушай, ну что, очередная победа вашей команды. Я смотрел сборную США против сборной России. Там был, по-моему, один Ерохин Тим. Ну да, да. Как так получилось? Да нет, ни один Ерохин Тим. Просто ребята, чемпионы, заметные, зрелищные бои показывали. Ну, все круто, побеждаем. Здорово. Слушай, сегодня очередная победа, как я понимаю, вашего бойца Михаила. Тараблин, да, по-моему? Да, да. Тараблин. Вот, который дрался с Мухаммем Кунуковым до этого. И сейчас достаточно хорошо себя показал. Что скажешь об этом бою? Какие-то впечатления? И не было ли, что чуть-чуть по второму раунду он подсел? И какие-то опасения? Был у тебя? Да нет, в принципе, Миша очень хорошо бьет. После первого раунда задышали оба. Я заметил. Соперник очень крепкий, сильный парень. Поэтому бой такой получился. Раун достаточно. Но Миша забрал его, уверен. Слушай, что скажешь про этот формат 3 по 2? Потому что ММА это 3 по 5 и 3 по 2. Не кажется тебе, что это возможно слишком мало? Или из-за кулаков этого достаточно? Я думаю, достаточно. Потому что 2 минуты можно отработать на взрыве и получить достаточно много повреждений. То есть, если ММА это идет сначала у нас раздвинка, правильно я понимаю? Пока туда-сюда, пока поборолся, полежала. Клинч там. То есть здесь постоянно активная работа, да? Да, да. Клинча нету, поэтому сразу. Что, сам на голых кулаках? Нет? Ну, есть там один человек. Посмотрим, как срастется. Какие ближайшие бои намечаются? Ну, вот сейчас ближайший хардкор претендентский бой на 84 за пояс. Ну, претендентский бой. Ты с кем будешь драться? Я буду драться Иван Стрельников. Иван Стрельников? Нет, пока я уже не знаю. Но мы желаем тебе в любом случае победы. Спасибо. Всегда болеем за себя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Слушай, друзья, перед нами Агаба-Агаба, боксер, профессиональность, который рекорд 2-0. Также чемпион файт-найт, СВМ-шник. Ты вообще что, решил все забрать, мне скажи? Пока дают, надо брать золотое правило. Пока дают, надо брать. Берите подставки то, что плохо лежит. Ты как Мага Исма, да, решил? И там, и там. Как Мага Исма, вообще, я думаю, это один на миллион такие люди рождаются. Таким вряд ли стану я или кто-то. Но стараемся, да, делаем что-нибудь. Слушай, у тебя ближайший бой совсем скоро. С кем-нибудь бой? Как оцениваешь свои шансы? Потому что я соперники, честно, ну, особо ничего не знаю. Бой на правдофайтинг, по боксу. Это главный бой вечера? Залого вечера. Через 3 дня буквально, да? 3 дня. В какой форме ты находишься? Боролся ли ты во время подготовки к этому бою? Или только бокс? Опять же, к этому бою готова борьбу, как и в том. За 10 дней до боя, опять за 10-11 дней, узнал о соперниках. Соперник, кикер, хороший кикер в чемпионах России. По-моему, Европу тоже выиграл в любителях вака. Я в кике немножко разбираюсь, выступал. Ну, и даже я не был чемпионом России по кику в тройке, в двойке. Все время бывал. А этот парень даже по кику выше меня в титулах, скажем так. Спортсмен хорошей любительской школы. В профи у него 10-2. Ну, по боксу дебют. Ну, у тебя уже 2-0, поэтому ты фаворит. Ну, целых 2-0. Слушай, что касается твоего последнего боя, у некоторых людей, да, подписчиков, они писали, что засудили. Ты что по этому поводу скажешь твоего соперника? По поводу бокса? Да. Да нет, я вот с холодной головой пересмотрел. Я думаю, адекватные люди, кто разбирается в боксе, в почете очков, понимают, что я выиграл. То есть спокойно выиграл, да? Ты там пропустил максимум 3-5 ударов. Ну, первый, где там немножко ногу повело. Все видели, да? Чуть-чуть. Да, так, оп, с собой забрал ногу. И по остальным там джебов 20-25 накидал, напихал. Ну, это, я понимаю, его болельщики могут это говорить. Ну, здравый человек, даже он сам если посмотрит, он посчитает. Я там выиграл все 4 раунда. Слушай, бокс, боксом, но когда тебя ждать в ММА? Вот буквально на днях у нас была встреча с претендентом у нас была в Сочи, MC Fight Nights, Давид Бархаверян, Ереван, 24 июня, защита тепла. Все? Ну что, мы ждем у тебя победы 4-го и 24-го. По душе тебе тоже здоровья. Что же успехов? Что, я придумал у тебя прозвище на самом деле? Танк. Танк? Да. Как тебе такое? Знаешь, этот был в этом, UFC или Ебет, Бет, как он? Танк. Эбет, Бет, Эбет, Танк, Эбет. Да нет, и мачете. У меня вообще было другое, был атлет, короче, помню. И типа сказали, не катит, короче. Слушай, но после боя с Мухаммдом Клануковым ты, видно, да, провел какую-то школу, провел тренировки, провел. И сегодня показал красивый бой. Было ощущение, что в втором раунде немножко подсел функционально. Так это или нет? Или просто нам показалось со стороны? Нет, я как бы нормально контролировал все. Просто немножечко назад начал отступать. Команду слышал, сказали не отступать, не сдаваться, идти вперед. И шел вперед, короче, бился. А так это как он? Нет, я не скажу. Муха, он, блин, он игривик, он в ногах. Кто бы что ни говорил, он в ногах. Он бы двигался, он стоял со мной. Он входил в рубку, а Муха не входил. Он двигался в ногах. Вот, я не скажу, что это там. Да, я, конечно, подготовился, готовился. В команде. Опять же, в ихней команде. Уже в своей тоже. В прайде. Все, вы уже с Мухановым, Калакомом уже все собрать, можно сказать? Ну да, конечно. Но я так скажу, как бы, я бы подрался за 84, за пояс. Так как у него пояс, может быть, нам придется драться, как бы. То есть этот момент ты не скучаешь? Сказали, что он в одном клубе? Либо в 77, либо в 77. В 77 он уже сказал, не вернется. Я, я. А, ты в 77 с другим чемпионом в 77, я просто не помню, кто там. Там Мусалов. А, Мусалов. Как была, да. Серьезный, очень серьезный соперник. Вот. Но здесь нету слабых. Да, да. Слушай, я, кстати, заметил то, что уровень хардкора очень сильно растет, да. Понятное дело, бывают там бои блогеров, еще какие-то бои там полубойцов, да, таких как мы. Как я, точнее, не ты, конечно. Будем драться. Ну ты же совсем смешаешься. Я на кулака, не гируюсь просто. А я на крючатку. Выбрана. Ну ладно, шучу. Вот. Ну, на самом деле, хотел тебя поздравить с победой. На душе. Молодец, продолжай. На душе, блин. Всего хорошего. На душе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, как ты, брат? Слушай, что не получилось в бою? По-моему, старая болезнь. Как в ходу ковид, в этот раз уебал. Не смогу остановиться. Слушай, а вот есть у тебя у меня просто сейчас, у меня жена болела ковидом, и я, короче, сейчас начал тренироваться, и у меня вот легкие задыхаются. Вот есть такая тема? Конечно, хуйня. Такая, да? Слушай, ну, что касается, на самом деле, я тебе хотел сказать, что ты молодец, несмотря на все. Ты выступаешь, продолжаешь драться, несмотря на поражение против тоже опытного соперника. Я желаю тебе удачи. Ну и что, жду твой бой, наш бой по ММА. Сделаем шоу, заработаем бабок. А зачем? Давай. Ну что, друзья, вот прогремел очередной карт-хардкор файтинг чемпионшип. Как всегда, лучшая закулисья на нашем канале «Живая сталь». Вы все видели сами. Эмоции. То, что вы не увидите нигде. Закулисья именно для вас. Мы каждый день стараемся. Приезжаем на эти турниры, снимаем их, жертвуем тренировками, для того, чтобы делать для вас очень крутой контент. Поэтому ждите следующих боев. Ждите всего. Субтитры сделал DimaTorzok